...субботу по двум адресам. Улица Алиутская, 4 и проспект Фрунзе, 122. Более 6800 малышей появилось на свет в Томской области в первом полугодии 2015-го. Среди них несколько троин и даже одна четверня. Наш регион один из немногих в стране, где на протяжении нескольких лет наблюдается стабильный прирост рождаемости. Позитивная динамика подкрепляется и снижением детской смертности. Продолжится ли тенденция в этом году и какие основные факторы влияют на рождаемость в Томске? Выяснили мои коллеги Анна Янкова и Глеб Бушухин. Два дня назад в семье жителей Колпашева родился второй ребенок, дочь Евгения. Появилась на свет в Томском областном перинатальном центре. Так решили. Родители вместе с малышкой, имя которой дал папа, с первых минут ее рождения. Долгожданное, это чудо. Никакие деньги не важны. Да? Главное дети. А сколько вы ждали? 20 лет. В соседней палате тоже долгожданный. Мальчик Глеб. Таких детей сейчас становится все больше, говорят в перинатальном центре. И появлению их на свет не мешают никакие экономические спады. Он у нас очень долгожданный, поэтому когда это случилось, мы были очень рады. Появление этого чуда на свет, это счастье. Неуклонный рост числа родов с момента открытия перинатального центра, а это уже почти пять лет, лишь подтверждение общей статистики. В прошлом году здесь родилось 2648 малышей. В этом году такая цифра уже в октябре. А до конца 2015-го здесь планируют преодолеть трехтысячный порог. Когда рост был в прошлом году, конечно, и в последних 3-4 года, конечно, и родовые сертификаты сыграли определенную роль за второго ребенка. И потом поддержка губернатора по третьему ребенку в семье, по многодетным детям, это тоже очень важно. Особенно если это тройное предоставление семье квартиру, это тоже важная составляющая экономически, составляющая для поддержки наших молодых семей. В первом полугодии 2015-го в Томской области появилось на свет более 6800 малышей. Среди них несколько троин и даже одна четверня. Во втором рост рождаемости немного замедлился, говорят медики, и все-таки дают оптимистичные прогнозы. Не без основания говоря, возможности рожать в регионе есть. Прикоснуться к святыни...